МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но, по словам подрядчиков, они планируют завершить работы раньше, в декабре 2019-го. 500 жилых домов в октябре уже обзавелись тепловыми счетчиками. По словам потребителей, затраты на отопление уменьшились почти в два раза. В этом году коммунальщики установили в подвалах многоэтажек более 100 приборов учета. Теперь монополисты разрабатывают собственную программу по установке общедомовых счетчиков в лизинг. В них сегодня нуждаются еще 300 домов. Между тем, с нового года тариф на тепло в городе повысится на 10%. Общедомовые счетчики обойдутся потребителям от 700 тысяч до миллиона тенге. Эта сумма выдается в рассрочку сроком на 4 года. После установки прибора жильцы уже платят около 60-70 тенге за квадратный метр отапливаемой площади, что в два раза ниже городского тарифа на тепло. Власти Талды Кургана планируют полностью решить проблему с нехваткой детских садов в ближайший год-два. На сегодняшний день в городе насчитывается более 60 учреждений дошкольного образования, а в них воспитывается порядка 8 тысяч детей. Большая часть садиков созданы в рамках государственно-частного партнерства. До конца года будут введены в строй еще три частных детских сада и тогда обеспеченность дошкольными учреждениями превысит 95%. Следует отметить, что 7 лет назад, на момент появления государственной программы «Балапан», уровень охвата детскими садами в Талды Кургане не достигал и 40% и был одним из самых низких в республике. Выделены земельные участки под строительство трех крупных детских садов, рассчитанных в общей сложности на 840 детей. Сейчас ведутся переговоры с инвесторами. В целом, чтобы достигнуть стопроцентного показателя, нужно открыть в городе еще порядка 7-8 садиков. Суперсовременное производство, а также первые машины, только сошедшие с конвейера, оценил президент Беларуси. С маркой «Джили» Беларусь уже знакомы, но на старой производственной площадке занимались сборкой лишь с небольшим количеством операций. Сейчас создан завод полного цикла. Для корпорации «Джили» это первый подобный проект за рубежом, поэтому на церемонию открытия прилетело и руководство китайского гиганта. Вложенные 300 миллионов долларов позволили построить более 1000 квадратных метров, оснащенных самым современным немецким и японским оборудованием. Мощность завода – 60 тысяч автомобилей в год. При необходимости ее можно увеличить вдвое. Работать предстоит и над увеличением локации производства. Сейчас этот показатель находится на уровне 32%. К концу следующего года он должен быть увеличен до 50%. Такую задачу поставил президент. Официально по конвейеру сегодня проехал автомобиль номер один. Но эксплуатационные испытания прошли уже 222 машины. Их по предзаказу ждут в России. Под Борисовым будут собирать три модели – два спортивных городских кроссовера и седан. Уже до конца этого года с конвейера сойдут более 1700 автомобилей под маркой «Джили». Ажиотаж вокруг новых моделей есть, но позволить себе обновку на колесах могут не все. Мы будем продавать эти автомобили в лизинг, в кредит, чтобы людям не сразу пришлось платить проценты с отсрочкой и так далее. Это где-то 5-7 лет. Когда мы предложим людям вот этот основной комплекс услуг и что-то дополнительное еще придумаем, я думаю, белорусы на этом автомобиле будут перемещаться. Автомобиль хороший. И я это говорю не потому, что это наш белорусский автомобиль. Конечно, я президент Белоруссии, мне хочется, чтобы этот автомобиль прежде всего продавался. Прежде всего. Я говорю это потому, что эти автомобили у нас собирались и собираются не первый год. Это уже лет 5-6 он. Идет сборка их. Наши люди этот автомобиль знают. В России этот автомобиль пользуется популярностью. В других республиках покупают его. Поэтому я вижу большую перспективу этого автомобиля. Детским театрам в регионах России по-прежнему нужна финансовая поддержка, заявил президент страны Владимир Путин на совещании по поддержке профессиональной подготовки талантливой молодежи в сфере искусства. По его словам, это чрезвычайно важная сфера. Таким образом, глава Российской Федерации отреагировал на выступления худрука губернского театра, актера Сергея Безрукова. Тот призвал сохранить программу поддержки детских театров, так как выжить самостоятельно они не могут, ввиду невозможности повышать цен на билеты. Путин спросил у присутствовавшего на совещании министра культуры Владимира Мединского, какие средства и на какое число театров выделяются по данной программе. Выяснилось, что на 198 театров в 73 регионах ежегодно уходит 220 миллионов рублей. Безруков, в свою очередь, добавил, что цена билетов в детские театры в регионах не превышает 50 рублей, а представления собирают аншлаги. Также артист выступил за то, что доступные цены должны быть не только в детских, но и во взрослых театрах. Мы формируем целую систему, направленную на поиски и раскрытие младых талантов. Вот в первых, порой, самых сложных этапах карьеры мы должны сосредоточить свое внимание. И сегодняшняя дискуссия также призвана предложить здесь новые, более эффективные подходы. Строительные проекты в Пакистане – новый шаг в сотрудничестве с Белоруссией. В Гродно подписано соглашение о производственно-промышленной кооперации. В ближайшие три года страны намерены нарастить товарооборот до миллиарда долларов. В 2017 году Беларусь отправила в Пакистан 5000 тракторов. В следующем году там откроют сборочное производство сельхозтехники. Растет и объем продаж мазов. Обсудили также прямое сотрудничество регионов. Концерн «Белоруссия» поставит продукцию на 3,5 миллиона долларов. Пакистан – лидер по производству хлопка и текстиля. Контракты есть и у белорусских нефтяников. У «Амкадора» будет свой завод в Лахоре. Это крупные инвестиции. Стороны уверены, что потенциал работы есть и у малого, и у среднего бизнеса. Также мы готовы рассматривать вопрос строительства, строительства ферм, строительства доильных залов. Мы также готовы рассматривать вопрос сотрудничества в области селекции, как растений, так и крупного родного скота. «Беларусь сильна машиностроений, производстве сельскохозяйственной техники. Пакистан славен текстилем. Чтобы достичь поставленной цели по товарообороту, нужно в первую очередь плотнее сотрудничать именно в этих сферах. Но также кроме торговли важно сделать упор и на обмен инвестициями между нашими странами». Президентскую премию за всемирный вклад в сферу информационных технологий вручили в Армении. Ее лауреатом стал основатель компании по производству бытовой техники американец Тони Фадл. Торжественная церемония прошла в резиденции главы государства. Премию вручил президент Серж Сарксян. После награждения он предложил лауреату встретиться с армянскими студентами и рассказать свою историю успеха. Это поможет им, по словам Сарксяна, достичь новых вершин в сфере информационных технологий. В Армении действует программа для студентов профильных факультетов. С третьего курса они начинают учиться и работать на предприятиях в области высоких технологий. Ранее Сарксян наградил лучших в сфере кибербезопасности и информационных технологий школьников и студентов. На задворках ливийской столицы все более очевиден экономический кризис. На золотом рынке в Триполе люди массово продают свои ювелирные украшения и валютные сбережения, чтобы свести концы с концами. Сказывается шесть лет хаоса после свержения Муаммра Каддафи. За последние полтора года ливийский динар обесценился в два раза, а за последние две недели национальная валюта на черном рынке побила новый антирекорд. Это еще больше подстегнуло инфляцию, которая и так составляет 25-30%. Кризис ухудшается из-за того, что многие ливийцы потеряли доверие к банкам и теперь предпочитают хранить сбережения дома. И хотя в 2017 году Ливия увеличила объемы добычи нефти до 1 миллиарда баррелей в день, это все еще намного меньше, чем было до гражданской войны. Международные эксперты говорят, что единственный способ выправить экономическую ситуацию в стране – девальвировать динар. Учитывая то, что в Ливии два правительства, сделать это непросто. Обесценивание динара ударило и по больницам, ему резали поставки медикаментов. К слову, в этом году, по оценкам ООН, около 1 миллиона 300 тысяч ливийцев нуждаются в гуманитарной помощи. В немецком Боне продолжается конференция ООН по проблемам климата. На ней договорились о создании Международного альянса по отказу от угля в производстве электроэнергии к 2030 году. К нему присоединилось 20 стран – два американских штата и три канадских провинции. Об отказе от этого ископаемого топлива некоторые страны объявили после подписания Парижского климатического соглашения в 2015 году. Многие из них вошли в альянс. Они планируют делиться технологиями для сокращения выбросов СО2. Ученые говорят, что 40% выбросов парниковых газов и СО2 в мире формируются в результате использования угля в производстве электроэнергии. Решения альянса не будут носить обязательный характер. Его участники надеются, что к следующей климатической конференции число входящих в него стран достигнет 50. В 2018 году мероприятие будет принимать польский город Катавица, один из самых загрязненных в Европе. При этом к альянсу не присоединились крупнейшие мировые пользователи угля, среди которых Китай, Индия, США, Германия и Россия. Канада к 2030 году будет отказываться от угля. Это нам поможет достичь цели – получать 90% электроэнергии без угля. Путь отказа для каждой страны разный, но все мы здесь по одним и тем же причинам. Государственная угольная компания Польши скоро получит первую партию американского угля. В ближайшие семь лет ожидают еще три поставки. В то время как Европа пытается переключиться на возобновляемые источники энергии, Варшава, наоборот, остается консервативной. Поставки из-за рубежа потребовались из-за падения объемов внутренней добычи. В этом году крупнейшая в ЕС угледобывающая компания не смогла достичь целей. Сотрудничество между Вашингтоном и Варшавой взаимовыгодное. Американские производители зависят от роста экспорта, а Польша пытается восполнить нехватку. Правительство Польши, в отличие от американского, не планирует выходить из Парижского соглашения по климату. Однако выступает против планов ЕС сократить выбросы СО2. Польша производит 80% своей электроэнергии путем сжигания угля. Сокращение внутренней добычи объясняет нехваткой инвестиций, а также необходимостью делать глубокие шахты, которые очень дорого обслуживать. По-прежнему есть склады, где наблюдается нехватка. Сохраняются очереди, уголь приходится ждать. Но мне кажется, что проблема постепенно разрешается. Тысячи ни в чем не повинных людей рискуют погибнуть, если коалиция во главе Саудовской Аравии полностью и немедленно не снимет блокаду с Йемена. Такое заявление распространило ООН. В нем говорится, что свыше 20 миллионов человек нуждаются в экстренной гуманитарной помощи, более половины из них дети. Зафиксировано свыше 900 тысяч случаев заболевания холеры. 400 тысяч детей уже страдают от острого недоедания. И эти цифры будут расти. В начале ноября с территории Йемена повстанцами-хуситами была запущена баллистическая ракета в сторону Рияда. В ответ на это арабская коалиция полностью перекрыла все наземные воздушные и морские порты Йемена. Через несколько дней ряд гавани были открыты для доставки гуманитарной помощи. Но в ООН, которая еще весной характеризовала ситуацию в стране как гуманитарную катастрофу, утверждает, что даже при частичном снятии блокады гибель тысячи людей неизбежна. Редактор субтитров А.Семкин